Насколько точны мои орудия? Куда попадут снаряды после выстрела? Эти вопросы волнуют каждого командира мира кораблей. В этом выпуске мы объясним, как это работает. В первой половине 20 века даже из одного орудия, находящегося на движущемся корабле, сложно было попасть в одну и ту же точку дважды. Что уж говорить о двенадцати. Чтобы смоделировать эту ситуацию в мире кораблей и при этом всё-таки попадать в противников, мы ввели в игру «Эллипс разброса». Его центр находится в точке прицеливания. Эллипс разброса строится после каждого выстрела перпендикулярно идеальной траектории полёта снаряда. Для каждой башни строится свой эллипс. Сквозь него и будут пролетать ваши снаряды. Если вы стреляете по движущемуся кораблю, то вы должны стрелять с упреждением. Соответственно, вы целитесь в точку на поверхности воды. В момент выстрела строится эллипс с центром в точке пересечения вашего прицела и поверхности воды. Однако целиться в корабли таким образом сложно, поскольку перемещение прицела даже на полградуса по вертикали на больших дистанциях корабельного боя приводит к тому, что точка прицеливания смещается на значительное расстояние. Поэтому в мире кораблей сделан автоматический захват цели, по которой вы собираетесь стрелять. О том, что цель захвачена, говорит индикатор над ней. Если ваш прицел зафиксирован на противнике, то сквозь центр его корабля строится вертикальная плоскость в соответствии с вектором его движения. И эллипс разброса уже будет строиться в точке пересечения вашего прицела с этой плоскостью, что снижает чувствительность вашего прицела по вертикали. Таким образом, вам нужно будет сосредоточиться на правильном упреждении. Однако у этого есть и свои минусы. Например, если ваш автозахват цели на том противнике, который ближе к вам и идет направо, а вы решаете стрелять по тому, который дальше и идет налево, то в большинстве случаев у вас будет недолет. Чтобы переключить автозахват на нужную цель, наведите на нее прицел и нажмите клавишу «Х». Сбросить автозахват можно тоже с помощью «Х», но не советуем вам это делать. Стрельба без захвата цели увеличивает эллипс разброса в два раза. Эллипс разброса у каждого корабля в игре имеет свои размеры и форму. В порту во вкладке «Артиллерия» есть параметр «Максимальное рассеивание». Это горизонтальная протяженность вашего эллипса разброса на максимальной дальности стрельбы ГК. Так, например, у немецкого «Бисмарка» на 21,2 километра максимальный разброс — 272 метра. Естественно, с сокращением дистанции стрельбы эллипс уменьшается, и на дистанции в 4 километра разброс снарядов немецкого линкора будет уже 100 метров. Ни один снаряд, вылетевший из орудий вашей башни, не может попасть за пределы ее эллипса разброса. А вот внутри него, от края эллипса к его центру, частота попаданий снарядов возрастает. У каждого корабля в игре эта вероятность настраивается индивидуально и зависит от его класса, количества стволов в башнях ГК, количества самих башен и калибра орудий. Точка попадания снаряда внутри эллипса рассчитывается при помощи гауссовского распределения, специальным образом примененного к эллипсу разброса. В этих вычислениях есть параметр «Сигма», рассчитывающийся из одноименного параметра в гауссовском распределении. Он напрямую связан с кучностью. Чем «Сигма» больше, тем чаще снаряды будут падать ближе к центру. Однако важно знать, что «Сигма» — лишь один из параметров точности. Посмотрите, что произойдет, если мы изменим размеры эллипсов разброса. Конечно, повысить вашу точность, уменьшив эллипс разброса, задача актуальная. Большинству кораблей в игре доступна модернизация системы наведения «Модификация 1», уменьшающая максимальное рассеивание на 7%. А вот линкорам США в шестом слоте доступна модернизация «Центральный артиллерийский пост «Модификация 2», уменьшающая рассеивание на 11%. Играя на крейсерах, вы также можете изучить навык командира, который в некоторых игровых моментах поможет уменьшить рассеивание снарядов. Командирам линкоров и эсминцев можно изучить навыки, которые в определенных боевых ситуациях увеличивают рассеивание вражеских снарядов. Резюмирую. Механика стрельбы в мире кораблей работает так. В момент выстрела строится эллипс разброса. В его границах случайным образом определяются точки, сквозь которые пролетят снаряды. И затем по рассчитанным баллистическим кривым снаряды отправляются в полет. После выстрела их траектория остается неизменной вплоть до попадания во что-либо. Еще один актуальный вопрос для стрельбы в мире кораблей. Как перекидывать снаряды через острова? Захват цели, как вы уже наверняка поняли, конечно, помогает. Но тут есть еще один важный фактор — баллистика. О ней в следующем выпуске «Как это работает». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить.